Привет, мои хорошие! С вами Силия Насвей, и сегодня у нас будет обзор покупочек из такого магазина, как Светофор. На самом деле мне очень много писали, зайди в этот магазин Светофор, возьми что-нибудь, сделай обзор, что там продается. Я себе представила этот магазин Светофор, что это что-то такое, типа фикс прайса, типа галамарт, может быть, я не знаю, ну что-то прикольное. Захожу, черт знает куда еду, захожу, какие-то склады. Я даже не знаю, с чем сравнить, ни с одним магазином не могу сравнить, потому что я в похожем магазине не была. Это похоже, знаете, на что? Когда из Икеи выходишь уже, и там вот такие стеллажи стоят, и куча коробок, и чего-то, и можно брать. Но он не такой огромный, в котором я была, может быть, какие-то другие больше, он не такой огромный, и он похож на склад реально. То есть я сначала не поняла, это магазин или нет, я прямо продавца спросила, говорю, это магазин Светофор? Они мне, да. И я в стори сразу кидаю, говорю, девочки, кто просил меня снять здесь обзор? Я что-то не пойму вообще, что здесь брать, какие-то продукты, что-то непонятное, все вперемешку, и не так много всего. Думаю, что приехала? А потом прошлась туда-сюда, и так цены немножко подсравнила. На самом деле там низкие цены, ну действительно. И что-то я набрала-набрала, в итоге на 1800 с лишним я набрала там. Ну, есть что сказать, есть что показать. Первое, что я взяла, это стиральный порошок. Я вспомнила, что у меня нет стирального порошка. Надо, наверное, кстати, вам сразу говорить, сколько стоит, да? От рублей 200 он стоит, детский порошок. Я свои вещи стираю детским порошком, чтобы не покупать отдельно для него, отдельно для себя. Девочки, подочекая, нету. Блин, мать, блядь. И в чем прикол тогда как? Буду примерно вспоминать цены. Короче, порошок стоит примерно 200 рублей. Вот такой тяжелый, здесь его много, 0+. Вот. Я не знаю, сколько стоит порошок, я его очень редко покупаю. Последний раз брала, покупала порошок, когда у меня только родился малыш. И вот ему 2 года, и только он заканчивается, представляете? Ушастый нянь какой-то был. Дальше я увидела фен. Вот этот фен стоит, блин, не больше 300 рублей. Крис, смотри какой. Тут разные цвета, мне понравился его цвет, и мне понравилась его компактность. Ну, с собой, знаешь, брать. Или я подумала кому-нибудь подарить. У меня на самом деле есть фен, который складывается и очень удобно. То есть вот такой вот фен. У него такой интересный, красивый цвет. Мне нравится, когда ручка вот эта складывается. Помню, как-то брала из 2 режима. Помню, как-то брала фен с собой, и неудобно, когда ручка не складывалась. А когда складывается, это так компактно. Реально, он там стоит 300 рублей или 250, где-то так. Я подумала, что это вообще как-то дешево для фена. У меня их, наверное, 3 штуки. Я подумала, что это бесплатно. Вообще не смадно. В смысле бесплатно? А, 300 рублей, что бесплатно, да? Да, что, конечно, это большую средину. Не, ну на самом деле, они фены... Он работает? Ну, я не пробовалась. Если для крутого фена, то бесплатно. А если для не работающей пластмасски... Нет, он обычный, я думаю, фен. Ну, у меня есть похожие фены. Но, по-моему, я их брала около 800-900 тысяч рублей. Ну, не 300 же рублей. Реально, он столько стоит. 300 рублей. Я офигела. Потом еще малышу я увидела, девочки. Это тоже стоит 208 рублей. Вот такой набор. Angry Birds. Здесь 3 в 3 входит в комплект. 200 рублей. Это как цены в фикс прайсе. Здесь входят 3 штуки. И сразу о малыша подумала. Такая вот тарелочка. Ну, кружечка такая маленькая. Ну, какая маленькая. Здесь такая. Партичка. Такая же глубокая тарелочка. Супчик есть там и что-то. Я думаю, ребеночку прикольнее будет, да, есть. Из каких-то таких. Ну, и такая же вот вторая есть. 200 рублей. Это круто же. Это недорого. Если бы такое в фикс прайсе продавалось, я думаю... На подарок вообще. На подарок круто, да. Мы бы с вами все разобрали это все. Это я помню, что это стоит 202 рубля или 205, что-то такое. Дальше, что я еще взяла. А, проходя мимо, девочки, очень часто мне скидывали... Ну-ка, ну-ка, давайте. Вы помните? Вот кто скидывал, девочки? Всем привет, респект. Я это взяла... Вот как работает реклама. Я это взяла только потому, что вы мне скидывали. Я вообще не знала, что это. Это отбеливатель пятного водителя, усилитель стирки для цветного и белого белья. Лен, хлопок, вискоза для натуральных. Селена написано. И мне, я помню, девчонки фоткали, вот, увидели и тебя, типа, вспомнили. Как работает реклама? Реклама работает не только так, когда, знаете, вам говорят, купи, и ты такой, опа, пойду куплю. Оно хорошее, все прекрасное. Нет. Когда вам показывают, 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 это 300 тысяч раз. А когда вы идете в магазин потом просто и видите что-то знакомое, вы думаете, надо взять, что-то знакомое, родное. И, конечно же, выбор между менее знакомым и более знакомым, вы выберете более знакомым. И вот такую маску мне кидали. У тебя нет такой маски? Мне кидали тоже девочки, говорили, что какая-то хорошая маска. Только я не помню, где они брали, в светофоре или нет. Типа супер-пупер маска. Стоит это тоже где-то, блин, ну копейки какие-то стоят. Ну недорого. Блин, вообще без чека очень прям, да? И молодец, конечно. Ну что сделать? Ничего не сделать. Два пакета и ни в одном, ни в другом нет чека. Он, наверное, выпал где-нибудь. Но я бы дорогое не брала, вы же знаете меня, я же это, любительница хэкспресса. Давайте понюхаем эту маску. Маска репейная. Вот она здесь огромная. Я ее попробую, обязательно вам скажу. Пахнет она примерно чистой линией. Взяла батарейки, думаю, попробую. У них батарейки, они тоже какие-то там недорогие, целая пачка. Там 88 рублей, по-моему, одна. И вторая 88, это тоже, по-моему, совсем недорого. Такие мизинчиковые. Они работают. И пальчиковые взяла. Ну, конечно, работают, Крис. Все нерабочее взяла. Потом. Вот такая лампочка мама как-то взяла. Она очень классная, светит вот холодным светом. Я взяла, кстати, одна из подписчиц меня потом спрашивала, где эти лампочки. Мама где-то в хостоварах у себя рядом взяла. А я взяла тоже. Она стоит 60 рублей, по-моему, или 70. Вот в этом световпоре. Она энергосберегающая? Лампочка вот эта энергосберегающая, да. И она... Короче, прикольная. Мне понравилась. Светит классно. Прокладки взяла, недорогие. Причем, знаете, вот с этими олвисами у меня все время проблемы. Здесь есть размеры написанные. Видите, размеры. Я не знала. Я раньше смотрела только на капли. Думаю, чем меньше капель, тем как бы тоньше и меньше прокладка. Я не знаю. Ставьте лайк, кто с этим встречался. И в итоге я не смотрю на то, что здесь размер. А там, оказывается, самый большой размер. И я смотрю, там 2 или 3 капли, например. Ну, достаточно, да. Прихожу домой, а там вот такие на прокладень. Думаю, в какой момент это начали делать такие огромные прокладки? Зачем и для кого? Думаю, может, на это где-нибудь написано. Я их что-то не увидела. И в итоге все время, пока я не разобралась, что здесь помимо капель еще есть и размер. И вот я увидела олвис единичка размер. На мою маленькую жопенью вот такую надо единичку. А нам с тобой прояснили вдвоем. Баранам. Это где-то мы с Кристинкой были. На море мы с тобой заходили, покупали. И мы же такими вдвоем. Я говорю, я тоже купила вот такую, ничего не поняла. Она и продавщица же, кажется, да. А, она подсказала. А мы, а-а-а, вдвоем. Два барана. В общем, прокладки розовые взяла. Так, еще я решила взять там тоже по 50 рублей, по-моему, или по 43 рубля колготки Скарлетт. Я взяла 40 ден и 70 ден. Я люблю. Здесь очень минимум лайкры. Единственное, что там не было размера двойка. Здесь от тройки были. Я не знаю, подойдет мне или нет, но почему нельзя. У меня порвались одни колготки. Так. Здесь небольшая лайкра и цвет, который я люблю. Загоревший. Вот. Что еще? А, вот находка, которую я вообще давно искала и нигде не могла найти, во всех детских магазинах нигде нет. Стоит это тоже 100 рублей, по-моему, стоит. Это можно брать с собой. И идти без детского кресла вызывать такси. Если вдруг нету, то бывает я езжу, и просто детского кресла нету. Или в два раза больше стоит такси с детским креслом. Я взяла племянницу и себе взяла. Племянницу красную взяла, а нам с Денькой такой синий с оранжевым. Это такой специальный ремень, который пристегивает, ну, именно ребенка. То есть детский ремень. Понятно, что не освобождает от необходимости использования детских удерживающих систем. То есть это не заменяет, конечно же, детское кресло. Но если вдруг вы находитесь в такси, да, и где-то, то это, конечно же, лучше, чем ничего, правильно? Ну, я искала такую штучку 99 рублей. Там их много было. Взяла лак для волос, красотка лак для волос. Красотка, прелесть. С мультивитаминами, блеск и объем. Там еще был супер объем. Тоже все это, короче, по 50 рублей где-то. Я увидела, такая думаю, гля, цены как в фикс прайсе. Надо еще будет девочкам сказать, типа, 50-50 рублей. И в итоге, да, вообще у меня нету чека даже. Потом я начала идти по продуктам немного, да. Да, начала идти по продуктам. Я зашла в холодильник. Но, честно говоря, когда ты видишь дешевый магазин, как-то аппетит пропадает, если честно. Я была голодная на самом деле, но я ничего не взяла из продуктов таких вот мясных, серьезных. Хотя девочки писали мне, что там можно взять какие-то продукты. Но, знаете, когда был голодный год, ну, в плане давно, нам было все равно. Мы вообще ели один горох. Поэтому, если бы меня пустили в такой магазин, и если бы меня пустили в такой магазин, то, естественно, я бы ела там все и не выпендривалась. А сейчас, когда есть возможность пойти в хороший магазин, где ты знаешь, ну, естественно, ты переплачиваешь дороже. Конечно, я немножко не решилась взять там, думаю, не хочу стоять, выбирать. Вот это, знаете, как когда-то давно, в детстве, на какой-нибудь базе мы там выбирали за подешевле что-нибудь. В общем, надоело. Хочется жить красиво, а на широкую ногу. Поэтому еду я предпочитаю покупать в проверенных, дорогих элит-магазинах. Ашан. Типа Ашан. Короче, взяла соки. Тут написано, что можно малышу с 5 месяцев. Малышам. Ну, такое продается в Ашане. Цену, естественно, я не помню, но она явно ниже. Ну, просто даже, девочки, просто там явно будет ниже, потому что магазин находится хрен знает где, выглядит как склад, они не платят ни за что, ни за рекламу, ни за что. Склад какой-то сняли, все, это не магазин. Понятно, что там цены будут в два раза дешевле, нежели это Ашан, например, да, те же продукты. Ашан в центре мега, там, извините меня, сколько вкладов, там, все красиво. Сами понимаете, да? Сразу ценник выше становится. Взяла вот такую фигню. Я люблю воздушную кукурузу. Взяла. Они по пять пяточек продаются. Мне вообще показалось, что там наверняка берут вот эти все продукты, чтобы продавать вот где-то в ларьках. Мне кажется, это оптовый какой-то немного магазин. Взяла вот такое печенье. Выбрала я его только потому, что у него цвет вот такой загоревший. Я люблю загоревшее печенье. Взяла малому. Фурта-няня там продается. И стоит дешевле, на порядок дешевле, по-моему. Я не помню, сколько такие стоят, но там на пять или шесть рублей одна баночка дешевле. И мы бывает вот цыпленок, говядина. Не успеваем, если что-то приготовить или еще что-то. Он с удовольствием съест с макарошками. Макарошки отварил быстренько, да, там мясо. Он у меня еще такой, что мясо вот прям не ест такого, которое прям приготовили. Это надо еще постараться, чтобы он захотел это съесть. Поэтому баночки фурта-няня это в помощь. Дальше я взяла чипсы попробовать какие-то. Там очень много разных видов чипсов. Я думаю, что все это можно и в других магазинах взять. Попробуй их. Я такой... Давайте. Кристина такой, нет? Я такой не ем, говорит, давай. Громко не хрустит только. Потом я взяла мысли. Тоже копейки какие-то стоили. Видео вообще, вот как я снимаю? Видео без чека? Копейки, копейки, копейки. Идите в светофор. Я раньше снимала без чека. Но светофор мне не платил за то, что я им говорила. Это все вы, девочки. Вы попросили меня сходить в этот светофор. Я в жизни туда не съездила. В итоге вот я купила, теперь терпите. Фруктовый микс. Фруктовый микс. Мюсли классический. Мне понравилось, что там много всего. Вот. Может, вы в каком-то другом магазине увидите. Прикольно. И я думаю, что... Пока не буду открывать, но с молочком вдруг я захочу. Потом. Понравились какие-то интересные вот такие вот конфетки. Ассорти. Надо попробовать. И целая пачка вот такой воздушной кукурузы. На самом деле она очень вредная. Я помню, что раньше я ее очень любила есть перед телеком. Вот кукурузу я могла вот такие две пачки съесть. Но ей быстро как бы и наедаешься, но в то же самое время. Но она очень калорийная. Она очень калорийная. Вот какой смысл. В ней очень много сахара. Да, это мне сказали. Я тоже обратила внимание. Тоже в детстве ехала. Здесь не содержит всякой фигни, консервантов, искусственных красителей. Даже не хочется открывать. Не открывай. Потому что надо как-то вместе, да? Телек хотя бы включить. Иди. Она очень калорийная, вредная. Дети придут. Ну, детям уже такого можно. Мы сами в детстве ели. А вот чипсики хорошие. Очень полезные, да? Пошли-ка хорошо, Крис. Я не беда. Возьми. А-а. Пухай. Ну, вот и все. Все я тебе набрала на 1800 рублей. Теперь радуй жизни. Все, моя хорошая. Чипсы просто соленые, классные, вкусные. Мне классно. Да. Обычно, если я запью вот таким соком, то у меня потом будет болеть живот, поэтому я не буду запивать чипсы соком. Запью в чаем. В общем, я не знаю, надеюсь, мое видео вам понравилось. Больше в этот светофор. Честно говоря, я не хочу идти. Мне это не понравилось. Я как-то мне еще посоветовали еще какой-то магазин. Он типа называется... Окей? Нет, не окей. Нет, нет, не окей. Путаю. Ок. На пятерочку оформление похож, да? Раз. Не помню. Короче, у нас на Шолохово где-то находится. Не помню, как называется. Но там типа тоже дешевле. Я поехала туда. Походила там. И у меня упало настроение. Я вышла из этого магазина. Ну, грустный. Знаете, вот такой грустный старый магазин. Это не Ашан, где все там светло, красиво, так все быстро там. Ну, как-то вот всего много. Как-то чувствуешь масштабы какие-то. А заходишь иногда в магазин, хорошо пятерочку сейчас начали как-то преображать. То бывали пятерочки старые. Иногда зайдешь, что-то там, блин, все протухшее окажется. А сейчас новые пятерочки. Уже заходишь, совсем другое ощущение. Хочется зайти, что-то купить. Все кажется свежим таким. Не факт, что оно все свежее, но кажется свежим. А такие магазины, как вот Светофор, в котором я была, или вот этот магазин, в котором я не помню, туда заходишь, портится настроение. Поэтому дважды я в такие магазины не хожу. Однажды только. Если много просят. Так что, девочки, советуйте, пожалуйста, мне какие-нибудь красивые магазины с большим выбором и низкими ценами. И я тогда буду ходить. Все. А вас целую, люблю. Прощаюсь за следующим видео. Пока-пока. И Кристина тоже прощается. Пока-пока. 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 Пока-пока.